Всем привет, с вами проект I Like Pet. В этих роликах будем рассказывать вам о товарах для животных. Сегодня поговорим о том, как выбрать переноску для кошки. Не секрет, что переноска это необходимый аксессуар, который может понадобиться во многих ситуациях. Например, если вам нужно перевезти животное на дачу, перевезти животное в другой город или просто для путешествия к ветеринару. Любой переезд, любое путешествие для кошки, как и для любого животного, это большой стресс, который связан с большим количеством новых ситуаций. Новые звуки, новые запахи, новое замкнутое непонятное пространство и, конечно, встреча с другими людьми или даже с другими животными. Например, приемный у ветеринара с кошками или с собаками. Поэтому приучать животное к переноске всегда следует заранее, чтобы в нужной ситуации вы легко могли уговорить кошку или собаку туда залезть, хотя это не всегда легко. Переноска, хорошая, крепкая переноска, дает кошке одновременно чувство спокойствия и защищенности, особенно если вы уже приучали животное к этому аксессуару. И плюс, благодаря специальным окошкам с мотровым отверстием, она может контролировать ситуацию, из-за чего снижается уровень стресса. Кошки очень любят ощущать под лапами твердую почку. С этой стороны хороши, конечно, контейнеры с твердым дном. Это тоже дает дополнительное чувство защищенности. Важно, чтобы переноска была подобрана по размеру, чтобы кошка не только спокойно туда влезла и могла как-то вытянуться или удобно лечь, но и чтобы туда поместились некоторые кошачьи удобства, такие как, например, миска с водой, с едой или лоточек. Для животного очень важно получать информацию из внешнего мира. Для этого переноски оборудованы специальными сетками с мотровыми окошечками, которые можно при необходимости закрывать. Это может быть предусмотрено либо конструкцией переноски, либо вы можете делать это самостоятельно с помощью, например, плотной ткани. Также это обеспечивает приток свежего воздуха, что тоже важно, чтобы питомцу не было душно. И когда кошка получает, видит, что происходит снаружи, она нервничает гораздо меньше. При необходимости переноски можно утеплять в зависимости от сезона, но также еще существуют сезонные модели. Итак, на что же следует обращать внимание, если вы выбираете переноску? Первое – это дно. Дно – это очень важная деталь. Если оно будет слишком мягким, кошка будет проваливаться, ощущать себя постоянно неуютно, не сможет хорошо улечься. А если оно, напротив, будет хорошим и жестким, кошка сможет легко принять удобные позы и ей будет спокойно. Кроме того, толстое дно обеспечивает животному комфорт, если вам нужно в зимний период и в холодный период поставить переноску на землю, поскольку, если переноска будет стоять на земле слишком долго, переноска с тонким дно, например, в холодный пакет или рюкзак, то животное может замерзнуть. Застежки, крепления и замки – это здоровье. Это альфа-биометра безопасности всех перевозок. Они очень часто, переноски очень часто страдают от того, что замки не прочные, с большим люфтом, не выдерживают больших нагрузок. Конечно, вы можете купить переноску с не очень прочными замками, если вам нужно довезти животное с покойным автомобилем из дома на дачу. Но при транспортировке поездом и тем более самолетом замки на переноске должны быть максимально прочными и максимально надежными, чтобы не было никаких чрезвычайных ситуаций. Кроме того, требования к безопасности перевозок животных, например, во время авиаперелетов, довольно строгие. И лучше не создавать себе лишних неудобств. Кроме того, материал очень влияет на долговечность. Если переноска сделана из мягких сортов пластика, после нескольких применений или после нескольких падений, ее можно будет уже выкидывать. Но если вы купили более прочную переноску, она, естественно, будет безопаснее и прослужит вам намного дольше. Пункт третий – это пространство внутри переноски. К этому следует отнестись очень внимательно. Это не только обеспечит комфорт животного во время длительного приезда, но также позволит вам разместить в переноске лоток, игрушку, миску с водой, что необходимо, если вы везете животное на какие-то дальние расстояния. Если вы собираетесь совершить не очень долгую поездку, все равно выбирайте переноску, в которой достаточно места. Идеально для таких коротких поездок-переносков, в которые теоретически может поместиться две кошки, но все равно поедет только одна. Это хороший критерий и пространства будет достаточно. Ну и, конечно, если у вас котенок, обращайте внимание на то, что он будет расти, с возрастом его размер, конечно, меняется, поэтому и переноску, скорее всего, вам тоже придется поменять в какой-то момент. И, конечно, вам следует обращать внимание не только на размер переноски, но и на ее вес, особенно, опять же, при длительных путешествиях. Конечно, надежность и безопасность всегда в приоритете, но не забывайте о том, что вам самому придется нести эту переноску на себе, и будет ли вам удобно с какой-то мега-громоздкой, мега-тяжелой переноской, например, в поезде или в самолете. Скорее всего нет, поэтому здесь придется, конечно, искать компромисс. Существуют разные модели переносок, и многие из них позволяют снизить, скажем так, неудобства при транспортировке. Например, бывают специальные рюкзаки или специальные чемоданы, которые освобождают руки и уменьшают нагрузку. Но об этом расскажем вам позже. Как итог, для выбора переноски есть несколько довольно четких критериев, и не стоит экономить на этой вещи, поскольку эта вещь, переноска, является залогом безопасности, комфорта и здоровья вашего любвица. С вами был проект I Like Wear. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok